здравствуйте мои дорогие зрители вот сегодня мы продолжаем изучать программу книг стали и вкладку выкройки следующие инструменты следующие инструменты это будут панель будет панель операции вот эта панель инструмент этой панели выполняет преобразование над всей выкройкой либо над ее частью сейчас вот давайте рассмотрим вот этот эту кнопочку эта кнопочка называется симметричная выкройка она устанавливает режим симметрии выкройки при этом выкройка автоматически достраивается относительно вертикальной оси симметрии проходящей через выделенную точку на автоматически построенной части выкройки изображаются только линии с серым цветом и без узловых точек симметричная часть изменяется соответствии с изменениями основной часть допустим и построили так вот эта точечка у нас тоже будет лишь допустим и построили половину выкройки если мы нажмем на эту кнопочку начнем нужно выделить точку нажать на эту кнопку кстати эта кнопка является залипающей и работает она только тогда когда она включена после того как вы ее отключите она уже работать не будет давайте попробуем вот например мы хотим отодвинуть эту точечку вот мы и подвинем той стороны вы видите серые линии тоже двигаются если мы будем изменять выкройку той стороны где мы производим построение у нас будет меняться и соответственно левая сторона если же мы эту кнопочку отключим то вот мы уже не видим вторую сторону то еще можно сказать про этот инструмент давайте попробуем сейчас достраиваем вот мы выполнили построение только правой половинки ну вот мы пристроили сюда мы зажали эту кнопку заходим в панель рисования и мы видим выкройку в полном размере хотя построение с этой стороны мы не делали отключаем кнопочку и заходим и вот что мы видим понятно да как работает эта кнопка ну и вот в таком видео уже можно сохранить данную выкройку давайте попробуем сохранить допустим в этом модели сейчас сохраню эту выкройку напишу спинка у меня будет чтобы я потом не путалась спинка построение я потом ее удалю сейчас я ее помещаю в эту папочку вот это спинка сейчас мы ее отсюда удалить теперь посмотрим как она загрузится пожалуйста она загрузилась в том же виде в котором мы ее сохранили то есть вот так вот уже можно и вязать можно построить только половину выкройки нажать эту кнопку при этом нужно выделить какую-то кнопочку одну тут или тут и достроиться вторая половина выкройки и в таком виде мы сохраняем мы можем сейчас мы посмотрим сюда закладываем ее и можем вязать следующий инструмент зеркало вот этот инструмент он просто достраивает деталь вместе со всеми точками которые были с правой стороны точно так же точки вы отстраиваются на левую сторону инструментом можно будет пользоваться если допустим какая-то сложная фигура и вам нужно с одной стороны сделать одну строение а с другой стороны может быть плечо будет выше что например в этой ситуации с этой кнопочки уже не получится а здесь получится тут можно опустить плечо одно ниже другое выше или там сделать какую-то несимметричную выкройку то есть построить одну часть а потом по ней построить вторую сторону и изменить ее зависимостью то как следующий инструмент называется выровнять по самой левой или по самой правой точке значит выделяем какое-то количество точек например и щелкаем левой кнопочкой мыши по этой кнопочке у нас все выравнивается по левой стороне по самой крайней левой точке вот так значит возвращаемся назад и теперь мы щелкаем правой кнопочкой мыши и вот выравнивается все по самой крайней правой кнопочки возвращаемся назад следующий инструмент аналогичный только выравнивает он уже у нас в горизонтальном положении давайте пробуем горловину выделить а смотрите если мы нажимаем левой кнопкой мыши на эту кнопку при выделенных точечках выравнивается все по самому нижнюю по самым нижним кнопкам если же мы нажмем правой кнопочкой мыши мы выравниваем по верхним точкам вот эта вот функция она нужна когда например вы хотите горловину не вывязывать а связать а потом уже в готовой выкройке связанной вырезать просто ножницами эту горловину и обработать ее бейкой вязаной следующий инструмент поворот по часовой стрелке поворот выполняется по часовой стрелке очень удобно поворачивать на небольшие промежутки вот ну например на 10 градусов значит как же осуществляется поворот поворот осуществляется относительно нуля где она сейчас стоит 0 если у нас сейчас 0 находится вот на этой точке поворот сейчас если мы сделаем вся выкройка развернется на 10 градусов по часовой стрелке относительно вот этой давайте посмотрим нажимаем на эту кнопочку и вот вы видите что относительно вот этой точки выкройка наше развернуло изменим это действие значит еще раз поворот происходит от той точки на которой вы которую вы подведете к нулям на ноль вы ставите с помощью вот этой вот кнопочки сейчас я отметила 0 здесь на этой точке и смотрим как произойдет поворот и вот мы можем поворачивать выкройку до тех пор пока мы не добьемся того результата который нам нужен если нам нужно развернуть выкройку в обратную сторону мы ставим минус перед десяткой на клавиатуре и поворачиваем у нас выкройка возвращается на свое место если например на нашей выкройке будет горловины я уже не смогу наверно назад вернуть посмотрим сейчас сколько будет вот ну получилось сохранились эти все изменения и горловина наша встала на место вот если мы будем поворачивать и вдруг вот здесь вот как сейчас объяснить это давайте вот здесь я сейчас сейчас сделаю не точками соединим а соединим вот такой вот плавной линии сделаем в таком виде нашу пройму и попробуем поворачивать берем минус будем поворачивать по часовой и видите образовались когда мы повернули образовались только что их не было вот когда мы делаем поворот у нас появляются точечки это означает что ну это так программа устроена вот она будет поворачивать и добавлять точки чтобы вдруг если что-то изменится что вот эти точки они как бы фиксируют то положение проймы которое у нас было перед этим понятно да возвращаемся в исходное положение следующий рассматриваемый инструмент это вот называется он сдвиг эта кнопочка позволяет переместить выделенные точки на расстояние x и y которые мы укажем в панели размеров то есть вот здесь и вот здесь давайте попробуем переместить вот эти точки выделим их будут перемещаться те точки которые мы выделим допустим по x мы напишем допустим два сантиметра а вверх поднимем на пять сантиметров и нажимаем вот на эту кнопочку наши точки переместятся соответственно вправо на два сантиметра и влево и вверх на пять вот вы видите да они все поднялись вверх возвращаем их назад в общем все делаем пробуем экспериментируем с программой все нужно для всего нужно опыт в построении на сегодняшний урок я заканчиваю до свидания подписывайтесь на мой канал ставьте лайки спасибо Продолжение следует...